Вечер Лайф У нас в студии архимандрит Нестор и епископ Ялтинский, векарь Симферопольской и Крымской епархии, УПЦ Московского патриархата. Владыка, как правильнее поступить с точки зрения православия? Вот выйти на тропу войны или подставить другую щеку? Это вопрос, который я говорю немножко иной. Одно дело, когда есть личная обида, вас право бы уже оскорбили Александра, да? И тогда вы распоряжаетесь лично своим телом, своей совестью, своим достоинством, да? И должны прощать обиду, подставлять другую щеку. Совершенно иное, когда происходит оскорбление, да, или там военные действия по отношению к вашему государству. Совершенно очевидно, что вы должны воевать. И это есть не убийство кого-то, а есть положение своей души. То есть это тот случай, когда трактовать можно абсолютно по-разному? Совершенно верно. Не как по-разному, а это совершенно определенные вещи. Ну, ведь мое право, простить или не простить? Лично, да. Личную обиду вы можете простить. Но это сверхличные вещи. И вы не являетесь хозяином церкви, не являетесь хозяином русского или украинского народа. Кто хозяин церкви в таком случае? Господь Бог. Господь Бог. В таком случае в его ведении принимать подобного рода решения. Ну, хорошо, вот без шелухи, без лишних. Кто заказчик автокефалий на Украине? Просто какой вопрос, такой ответ. Здесь речь идет не о том, что мы можем простить ересь, раскол или что-то еще. Давайте сразу сделаем правильные акценты, смысловые, которые необходимы и для людей, которые находятся вне церкви, вне законного сознания, вне православных ценностей, вне православного вероучения. Но между тем, так или иначе, втянуты в диалог по столь болезненным и важным вещам, которые на уровне подсознания, на уровне, скажем, ментальной памяти, сохраняются как нечто важное и нечто краевольное для цивилизации, для личной идентичности. Владыка, ну вот, называя вещи своими именами, я уже в начале программы сказал, втянуты эти люди в политическую возьму. Возьму, потому что иначе сказать нельзя. Так вот, чтобы поставить точки на две, давайте начнем с того, что вспомним, что говорил Эммануэл Кант. Есть такие суеверия, которые непреодолимы. Нужно сообщить человеку некоторые знания, в силу которых эти суеверия исчезают. Так вот, речь идет о расколе, да? Когда происходит чьей-то волей, желанием, умыслом, замыслом, раскол. Раскол оценивается церковным сознанием как не только смертный грех, но как и тот грех, который не омывается даже мученической кровью. В сознании церкви кровь, пролитая за Христа, омывает всякий грех, который человек делал по своему нерадению, по бестолковости, может быть, по лукавству, может быть, даже по какой-то злой воле, ну, по немощи человеческой, даже тяжкий грех. Но грех раскола приравнился к раздиранию ризы Христовой. И он не омывается даже мученической кровью. И мы стоим сейчас перед лицом того, что видим некий извод раскола XI века, когда разделилась западная и восточная церковь. И вот нечто подобное начинает происходить у нас на глазах. Что парадоксальное? То, что является расколом, то, что является несомненным грехом, не омываемым даже мученической кровью, становится терпимым, возможным, похвальным, политически целесообразным и даже тем, что может быть вознаграждено Томасом и автокефалией, чем-то еще. Что с точки зрения церковного сознания по определению невозможно. Владыка, вот вы на моем примере привели, что, допустим, личную обиду стерпеть можно, да? Когда касается вопрос защиты государства, здесь, в принципе, не может быть. Когда приходит враг, конечно, врагов бей. Я так понимаю, что ваше государство, это все-таки церковь, которую вы должны защищать. Вот вы готовы бороться? Какие настроения у духовенства в Украине? Что вот священники московского патриархата, паства считают на этот счет? И, в принципе, когда придут отнимать лавру, вы будете готовы защищать ее? А такое, я уверен, не за горами. По техническим причинам мы находимся сейчас в Симферополе. Лавры чуть-чуть дальше. Поэтому я и сказал, не только военную паству. Второй момент. Мы должны понимать, что если происходит борьба идей, да? То мы должны знать, что с идеями можно бороться только идеями. Запретами, наказанием, изъятием литературы бороться невозможно. Это мы знаем из всего опыта 20 века. Я говорю сейчас о идеях философских, политических, социальных и так далее. Тем более, если речь идет о духовных вещах, да? Владыка, ну вот мы сейчас говорим о том, что духовное неразрывно связано с материальными. Я сейчас говорю о святых местах. А это в том числе и материальные какие-то лавры, да? Как место само. Вот в этом случае монахи, лавры, они готовы будут защищать это святое место? Готовы ли будут они умереть за веру? Вопрос экстравагантен хотя бы потому, что мы задаем, исходя из того, что мы в церковь не ходим, Богу не молимся и, в общем-то, свою идентичность церковную определяем очень невнятно. И в то же время мы спрашиваем, а будут ли умирать другие за веру и за лавру? Конечно же, мы должны подойти к краеугольному вопросу. Кто мы? Куда мы идем? За что боремся? Чему сдаемся? Какова наша идентичность цивилизационная, культурная, истерическая и, наконец, духовная? Моя, ваша? Также это касается и многих-многих телезрителей. И вот когда мы действительно осознаем, что мы божьи, что мы христовые, что мы законорожденные, что мы дети восточно-христианской цивилизации, что мы наследники великого тысячелетия русской истории, которая стоит двумя ногами на византийской истории, которая выходит из древнейших, так скажем, греко-римских цивилизаций. И вот эта законорожденность помогает нам осознать свою идентичность, свое право сказать свое слово не кулаками, не мордобоем, не какими-то внешне техническими вещами, а понимать, что правда, истина, слово Божие является тем единственным важным орудием, за которым всегда бывает победа. Вспоминаю слова Христа. Это очень важно. Я вас, простите, перебью, да? Что говорит Христос? А слова Христа, как Бога человека, является основой нашей веры. Претерпевший до конца, той спасен будет. То есть, Христос не требует от тебя внешней победы, политической, военной, социальной, экономической и так далее. Но если устоял в вере, в истине, если стоял в боке, да, и претерпел все напрасные обвинения, оскорбления, унижения, тюрьму, ссылку и даже смерть, ты спасаешься. Ты совершаешь некую победу по духу, по правде. И это творческая беспомощность, которая уже действует в самом Господе. Если это не совсем понятно, вспоминаем смутное время и вспоминаем... Владыка, ну вы сейчас говорите о том, чтобы подставить щеку. Правильно? Нет. Из двух вариантов, что я предложил. Ничего подобного. Ну, претерпеть. Терпение бывает разное. Горизонт жертвы один, и горизонт победителя другой. Христиан, христианин по определению победитель. И он входит в победу Христа над смертью, которую он свершил на кресте. Тогда какой смысл в этой борьбе, даже идеологической, как вы говорите? Ну, мы говорим сейчас не о идеологической борьбе, а о духовной борьбе. В первую очередь, это борьба за свою душу. Ну, когда смешивается религия и политика. Ну, а как это разделить? Ну, вот изначально церковь – это церковь. Государство – это государство. Ну, не путайте простые вещи. Что такое церковь? Если вы начнете сейчас давать определение, будет, что мы это зовем очень далеко. И совсем не только куда надо. Что важнее и что стоит в основе? Политическое или сакральное? Ну, я полагаю, что в первую очередь, наверное, духовное развитие, которое впоследствии общество уже превалирует в определенный родополитическую. Что в центре политического? Интересы государства, если мы говорим о стране. Нет. В центре чистой политики всегда сакральное, всегда божественное. Ну, что вы посоветуете простым людям? Я посоветую простым людям прислушаться голосу церкви. И навести порядок в своей голове, навести порядок, скажем, в своих представлениях о церкви, о Боге, о самом себе. О том, для чего тебя Бог вызвал из небытия к бытию, и что от тебя хочет. Владыка, ну, если мы говорим о пастве. Я начинаю урок. Я ученику показываю один угол. И если он трех остальных не может найти, я урок прекращаю. Вот нам Господь показывает один угол. И мы на самом деле творчески, духовно и благодатно находим выходы и входы, и разные углы, и разные смыслы. Так вот, в центре политического всегда есть духовное, потому что власть всегда принадлежит в чистом виде, только Богу. В чревеской миссии власть терпится скорее Богом, чем благословляется. А иногда ее похищают самозванцы, воры, люди, которые пытаются выдать себя за тем, кем они не являются. Владыка. А почему эта путаница произошла в Константинополе, учитывая их решение? Вот в этом случае вы ведь тоже можете каким-то образом противодействовать? Вот анафеме готовы предать того же Порошенко? Есть у вас такие полномочия? Что такое анафема? Отлучение от церкви, насколько я это знаю. Давайте я изложу это более расширенно. Ну вопрос я задал иной. Я ведь не спрашивал, что такое анафема. Вы задали сразу несколько вопросов. Я задал, готовы ли вы отлучить Порошенко от церкви? Говоря вас, я имею в виду церковь. Если в католическом, западноевропейском смысле анафема это активное пожелание зла тому, кого предают анафеме, то в православии это сообщение церкви, церковному народу, что этот человек не имеет отношения к церкви. Я думаю, Порошенко так и так не умеет отношения к церкви. Да, подождите. Но вы готовы принять такое решение и сообщить? Что за радикализм такое? Что за нетерпимость? Вы харизмат или что? Просто очень обширная тема, которая требует большого количества вопросов и быстрых ответов. Но тогда нам нужно их постепенно решать и качественно, а не в режиме лозунгов. Ну в таком случае нам придется потратить сутки, наверное, на эфир. У нас всего 26 минут. Вы можете сказать 2-3 мысли правильные. Прошу вас. Которые соответствуют церковному сознанию и священному писанию, священному преданию, чем говорить лозунги. Давайте вспомним патриарха Тихона. Вспомним 20-е годы, вспомним революцию, вспомним большевиков. Их политический радикализм был достаточно велик, если вы помните историю 20-го века. Когда патриарху предлагали предать анафеме большевиков, и это предлагали много раз, патриарх Тихон всегда уклонялся. И мне как-то раз по-отцовски спокойно сказал, ну что же вы от меня хотите? Пусть они плохи, но и они мои дети. Церковь всегда ищет возможность спасти человека, привести его к покаянию. Всегда ищет возможность достучаться до его сердца. Я скажу больше. Когда Бог смотрит на меня или на вас, Он всегда ищет возможность, как вас оправдать в своих глазах. Как вас извинить за грехи, падения и глупости. В том числе политические, социальные, экономические, бытовые, эротические, экономические и прочее. Бог смотрит всегда на человека, на народ, тем более на свою церковь, глазами любви. И вот все эти рассекающие действия, там, отрубить, отсечь, предать анафем, проклятию и так далее. Но это не та риторика. Ну, по всех случаях, она не православное пустынчество. Мы должны сообщить истину верным чадам Русской Православной Церкви. Мы должны сделать правильные акценты. Мы должны произнести и понять, что же на самом деле произошло. Вот это очень важно. Мы должны сообщать те вещи, которые делают человека сильным. Которые возрождают в нем те духовные силы, без которых он без помощи. Владыка, зачастую паства берет пример, да, с отцов духовных, да, безусловно, слушает их, внемлит их речам, делает определенные выводы. Вот сейчас хотелось бы понимать, какой вывод сделает паства, основываясь на вашем мнении о Варфоломеи. Вот как вы к нему относитесь? Что вы о нем думаете? Это уже высказано Синодом Русской Православной Церкви. Первое. В начале Синодом Русской Православной Церкви прекратил поминовение Вселенского Патриарха, как предупреждение, что его действия некорректны. И с точки зрения канонической, древнего представления Церкви о самой себе невозможны. То есть присылка, то, что он прислал экзарков на территорию Киева, где есть только один законный первоэрарх, блаженнейший митрополит Ануфрий. Это и есть древнейшее каноническое представление, что в одной епархии возможен только один архиерей. И владыка Ануфрий, блаженнейший митрополит киевский и всей Украины, признан всеми православными патриархатами. Если на его территории заезжают какие-то люди, иные, это предельная некорректность, а антиканоничность. В связи с этим Синод Русской Православной Церкви прекратил поминовение Патриарха Варфонии. По сути, разорвал дипломатические отношения. Это предупреждение дипломатическое, что ваши действия очень опасны, они некорректны, они не могут найти в нас ни понимания, ни приятия. Но когда действия Синод Русской Православной Церкви прервал евхаристическое общение. То есть мы совместно с ними не совершаем евхаристию и не пересчищаем слетилы и крови Христовой. Владыка, я предлагаю на минуточку буквально отвлечься и я хочу разницу мнений Порошенко и Московского Патриархата показать. Попрошу режиссера вывести на плазму Порошенко. Ага, есть, да, у нас. Смотрите, что говорит Порошенко, что это великая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами. Я не знаю, он называет в принципе всех людей или конкретно там церковь Московского Патриархата. Да, это, наверное, одному Порошенко известно. Но в то же время Московский Патриархат реагирует на действия Варфоломея так. На Варфоломея надо наложить анафему, по сути, отлучить от церкви. Понимаете ли вы, что Порошенко, по сути, вас в том числе назвал московским демоном? Что такое московские демоны? Это новое богословское, культурологическое и философское понятие. Ну, видимо, Петр Алексеевич был не совсем в хорошей форме. И вот при... Но и заметьте, и московский Патриархат говорит о том, что необходимо отлучить Варфоломея церкви. Ну, вот, собственно, иерархистическое общение прервано. Но церкви его не отлучили. А что это? Ну, он анафему был предан. Я вот, смотрите, я простой человек, да, как тысячи наших телезрителей, да. Где-то, может быть, мы непрофессионалы, да. Может быть, где-то непрофессионалы, но тем не менее. Чтобы судить о церковном, надо иметь церковный ум, да. Чтобы судить о духовном, нужно иметь духовный ум. Чтобы судить о святоотеческом, да, нужно иметь какие-то внутриориентиры. Одна из проблем в том, что человек применяет, предположим, в высшей математике свое представление о арифметике. Получается накладка и несоответствие, диссонанс. Так и здесь, когда мы применяем социальные, политические представления о взаимоотношениях суверенов, да, на отношения между патриархиями, то получается некая диссонанс и несоответствие. Потому что каноническое право имеет совершенно иную природу, иную наполненность, иное содержание. С одной стороны, каноны похожи на кодекс, где вот сказано, что за те и иные деяния, да, будут те или иные наказания. Вот за деяния и наказания Порошенко, да, он совершил деяния определенного рода, да, вот этот посыл. Я правильно понимаю, что вы говорите о том, что его отлучили от церкви? В настоящий момент мне неизвестно, что вы отлучили от церкви. Возможно, это еще... Поймите, что это только все начинается. Диалог с Византией или война с Византией... Это диалог? Да только что разорвали дипломатическую связь. Вы знаете, если мы достанем Калашникова с обеих сторон и начнем стрелять, это будет тоже диалог. Ну, конечно, диалог. То есть вы, по сути, безмолвный диалог пришли к безмолвному диалогу. Ну, Курская Дуга, это диалог между Германией и Россией. Да, диалог. Ну, я бы сказал, это военные действия. Ну, это диалог. Ну, учитывая, сколько там было погибших, я бы не называл это диалогом. Но формы диалога бывают разные. И язык бывает разный. Бывает силовой, бывает смысловой, бывает духовный, бывает телестный, бывает военный, бывает технический. Ну, расширен наши горизонты. Владыка, я вот хочу сказать, что в этих склоках каких-то святые отцы, я не говорю о всех, но некоторые из них где-то забыли верующих, да, потому что зачастую можно слышать комментарии далеко не лестные, где священнослужители не в лучшем свете показывают себя самих, да, говоря о том, что нужно относиться ко всем с любовью. Сейчас помогут расколу, потом однополые браки начнутся. И по сути это так, ведь есть мнение, что на Варфоломея давят все кому не лень. И Соединенные Штаты Америки, и Англия, и даже Порошенко в преддверии выбора. На самом деле, действительно, он не так самостоятельно, как может показаться. Это раз. Второй момент, он играет свою игру, малосимпатичную и, в общем-то, антиканоническую. Он переиграл украинских оппонентов и украинского православного церкви Киевского патриархата в лице Филарета и в лице Макария, да, который отлучили от церкви, побежали за Томасом, но попали в экзерхию. То есть они думали, что Павлович и Томас, но, в общем-то, они попали в ловушку. Притом, жесткость этой ловушки им только предстоит ощутить в полной мере. То есть Константинополь говорит, что это моя территория, это та территория, которую мы аннексируем у Москвы. Ну, Константинополь ввел внешнее управление, получается? Ну, это рейдерский захват, если переводить на ваш язык. 300 лет нас не было, мы мать церковь, но это наша территория каноническая. 300 лет матери церкви не было, в то время, когда тот же народ Украины, ту же территорию терзали, мучили, убивали. Были гонения, были расстрелы, были совершенно невероятные испытания. Почему-то мать из церкви молчала. Ни разу за 300 лет не высказывала никаких сожалений, сочувствий или каких-то иных вещей. Владыка, вы назвали рейдерским захватом, да? Вот все мы знаем, как борются с рейдерами, силовыми методами. Вот в этом случае, да, с этими рейдерами, да, религиозными, по сути, мы как будем бороться? Вы как будете бороться? Вы предлагаете взять калашников? Я ничего не предлагаю. Я спрашиваю, какие ваши планы? Канонические. Владыка, понимаете, вот все сводится к тому, что вы, как человек духовный, в большей степени, наверное, говорите о духовном. Я, как человек мирской, в большей степени говорю о материальном. Если о материальном, то... Александр, если вы говорите о материальном, вы должны понимать, что любая война имеет нематериальное содержание. Это иллюзия для высокоунушаемых, что любая война совершается за материальные ценности. В любой войне материальные ценности разрушаются, уничтожаются. Любая война ведется за представление о небе. Но вот небесное воинство, оно готово вступить в небе? Небесное представление о небесном очень разное. Предположим, национал-социалистическая Германия имела свое представление о духовном, которое радикальным образом отличалось от советского представления о идеальном. И вот за эти ценности происходила безумно страшная кровавая схватка. Владыка, мы знаем, что происходило. Вот я хочу повторить свой вопрос. Небесное воинство, оно готово вступить в бой в этих условиях? Церковь земная, она всегда воюющая церковь. А небесная торжествующая. Но она едина. И главой этой церкви является Христос. Брань никогда не прекращается против духов, злоба поднебесной. Мы воюем не против плоти и крови, не против конкретного человека, ища ему погибель, смерть или уничтожение. Мы воюем с грехом, со страстью. Мы воюем с теми заблуждениями, ересями и глупостями, которые человека или общество, или какую-то руку людей, или какую-то политическую партию ввергают в бездну. Собственно, наша борьба за души людей, а не против их плоти, не против их социального положения, не против их жизни на этой земле. А сами люди, сама паства, им нужно быть готовым к этой борьбе? Не только к духовной случай необходимости. Всяких христианин. Если он христианин не по названию, о христианстве сейчас очень мало кто знает, к сожалению. Общее представление есть, но почему-то забывается о самых важных вещах. Быть христианином – это всегда усилие ума и усилие сердца. Если будет только усилие ума, вы станете протестантом и рационалистом. Если будет только усилие сердца, вы станете мистиком. Православный христианин – это усилие ума и усилие сердца. Вы знаете священное писание и священное предание. Вы знаете богословие. Вы имеете представление о устройстве этого мира. И духовного, и земного, и вечного, и приходящего. И находите между ними те соотношения, те взаимодействия, без которых понять происходящее невозможно. И вот это очень важно для любого христианина. От простой бабушки до первой иерарха. Владыка, попрошу короткий ответ на мой вопрос. Уже время подходит к концу. Мы победим? Христос уже победил. И мы должны войти в его победу. То, что сделал Христос на кресте, священно действуя, искупая нас от проклятия смерти, это и есть победа в его воскресенье. И в это воскресенье, в радость божественной победы, мы должны войти. Мы обречены на победу, если мы не отпадаем от церкви, не отпадаем от описания и предания, и остаемся в бихористическом общении со священачальем во всей своей полноте. Благодарю, Владыка. Но полагаю, что некоторые духовные отцы все-таки перестанут играть, в том числе в политику, использовать людей. Ведь для верующих первично единство духовного начала, а не нации, политических, географических границ. А обычные верующие... Это, в общем-то, подмена. Бесы лжи и подмены в наше время работают очень квалифицированно. И если мы присмотримся, то увидим, что сейчас идет война во всем мире за смыслы. Кто победит и какие смыслы будут навязаны тем или иным народам. И вот это касается сейчас Украины, касается церковного вопроса, идет борьба за смыслы. Владыка, благодарю вас за беседу, телезрители за внимание. Встретимся в этой студии уже завтра снова в прямом эфире и обсудим то, что обсудим.